С нами на связи Аркадий Дубнов, эксперт по странам Центральной Азии. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, Аркадий, скажите, пожалуйста, действительно, что же это получается? Провалились вот эти все 20 лет Афганской Республики, что американцы так ошиблись? И действительно ли вот этот вот вывод войск вот так вот и главная причина того, что происходит сейчас? Ну, в ваших вопросах несколько смешаны, смешаны несколько темы, несколько вопросов. Я думаю, что американцы ошиблись не в республике, американцы ошиблись в сроках вывода своих войсков. Американцы ошиблись в мандате, который они сами себе, наверное, переоформили после того, как 11 сентября 2001 года Аль-Каида ударила по башне-близнецам в Нью-Йорке за год. Я думаю, что уничтожив Аль-Каиду, покончил с Бен-Ладеном, этот мандат был исполнен, выданный, между прочим, Совбезом ООН, и, в общем, можно было сворачивать уже тогда, лет 12 назад, лет 10 назад, это присутствие. Но, видимо, было решено демократизировать Афганистан окончательно, придать ему рисунок светского демократического прозападного режима. И здесь была, в общем, совершена ошибка. Американцы переоценили свои возможности и, главным образом, недооценили характер афганского менталитета, афганского государства, своеобразие этой страны. Афганцев можно нанять, как они сами по себе говорят, но их нельзя купить. Вот, собственно говоря, в чем основная причина в том, что уже давно режим Ашрафа-Гани перестал представлять большинство афганцев, даже тех, кто готов был идти по светскому, такому демократическому пути. Ашрафа-Гани был главным бревном, который лежал на пути, как бы, движения вперед. Ашрафа-Гани изображал из себя высокоинтеллектуального афганца, получившего американское образование, имевшего американское гражданство, что надо длинить в виду, очень сильно раздражало афганцев. Понимаете, он и отказался, может быть, от гражданства США, но именно это обстоятельство мешало ему представлять афганцев. Ну, в общем, достаточно много причин. Главное из них все-таки состояло в том, что нельзя страну, пребывавшую в другой исторической эпохе, быстро привести в состояние, так сказать, прозападного характера бытия с парламентом, с партиями, с выборами. Да, ведь я просто напомню быстро, что двое последних президентских выборов не привели к четкому избранию Ашрафа-Гани. Это был, как у нас говорят, договорняк, результаты было принято считать победными для Ашрафа-Гани, но на самом деле он не выиграл эти выборы. Как у нас принято говорить, ему нарезать аварий, и это привело, я бы сказал, грубо говоря, в бешенство его противников. И сегодня, когда мы видим, что его ближайшее окружение, его министр обороны, Бесмеляхан Махамади, который был назначен министром обороны не так давно, проклял Ашрафа-Гани, он его проклял, как только он улетел в Казахистан, вы можете себе представить, да, министр обороны служил всю президенту формально, он его проклял. Абдула Абдула, его, так сказать, партнер по руководству Афганистаном, который считается, на самом деле, победил на выборах, или, во всяком случае, не уступил, он сказал, что судьба, что будущее, в общем, накажет, он принесет ответственность, хотя бы морально, за то, что он сбежал из Афганистана. Понимаете, руководство, даже демократическое, даже республиканское, было абсолютно расколото. Ашраф-Гани, если бы, я думаю, я уверен, это мнение разделяет достаточно много, большой коллектив аналитиков, если бы Ашраф-Гани, если бы Ашраф-Гани удалось все-таки столкнуть, уговорить уйти в отставку раньше, то процесс может быть... По-другому, да. Да, процесс, может быть, по-другому пошел тогда, да? Конечно. Так что вот так вот, как случилось. А вот скажите, пожалуйста, Аркадий Юрьевич, по поводу, вот вы уже сказали, по поводу того, ошибки именно в выводе войск, но не потому, что он состоялся сам к себе, этот вывод войск, а как он состоялся, да? Вот, как говорят, в американской прессе об этом пишут, о том, что не было плана по обучению афганских военных после ухода, не было какой-то четкой дорожной карты о передаче власти, я имею в виду даже военной власти, да, со стороны американских военных, вот местным правоохранительным органам не было, и вооруженным силам не было вот какого-то четкого плана в этом контексте. То, что вы сейчас говорите, вы цитируете американскую прессу. Да. Я боюсь, что американской прессы, я, в общем, имею представление небольшое, мне не один раз приходилось давать интервью американскими журналистиками, то есть ведут американские газеты. У меня есть стойкое ощущение, что даже эти журналисты не вполне себе представляют, что такое Афганистан. Они думают, что если бы по-другому были обучены американские или афганские военные, которые призваны были охранять, может, или взять на себя ответственность для безопасности, а американские военные были бы более грамотно обучены с точки зрения правильного вывода войск, все было бы лучше. Во-первых, все не так плохо. Совсем не так уж плохо, пока на сегодняшний день американцам талибы дают возможность без потери выводить войска. А во-вторых, нет никакого способа обучения правильного американских войск, которое бы позволило избежать того, что мы сегодня видим. Дело в том, что характер талибан был недооценен. Характер талибан в Афганистане, видимо, многим казался, так сказать, противоречащим в ментальности талибов. Я уже несколько дней говорю, что талибан – это и есть Афганистан сегодня. Вот сегодняшний талибан, да? Поэтому ничего бы не поменялось, если бы по-другому был бы составлен план. Талибы все равно пришли бы к власти, понимаете? Да, поэтому американцы безвыходной ситуации, по сути, оказалось, да? То есть не выводить войска невозможно. А если оставаться, то это будет уже прямое столкновение. Абсолютно оба хуже. Но, слава богу, трезвые американские аналитики все-таки приходят к выводу, что Байден был прав. То есть вот эта решительность, которую он все-таки постановил вывести войска из страны, которой нет больше американских интересов, модернизационный проект Соединенных Штатов и вообще Запада в Афганистане не то чтобы провалился. Он оказался несостоятелен с середины действия этого проекта. Я думаю, что, повторяю, лет 10-12 назад стало ясно, что он не сработает. Понимаете, в чем дело, да? И это можно назвать, конечно, фиаско американское, а можно назвать, я бы сказал, такой экзистенциальной проблемой сегодняшнего мира. Нет общего рецепта демократизации, общего характера западного проекта для стран, которые не готовы и не хотят идти по этому пути. Есть Восток и есть Запад, и они никогда не сойдутся. Понимаете? Помните? Конечно. Тут серьезная проблема, да, не надо все упрощать и приводить к схеме. Ну да, в данном случае Байден в интересах собственного народа действовал, и общество не поддерживает. Разумно он действовал, да. Другое дело, что все было бы хуже, если бы он остался. Он об этом и говорил. Он старый опытный человек, извините, он отвечает за американцев. Да, его критикуют, но там можно критиковать и можно объяснять. Да, он ошибся. А здесь, что они ошибались, я сегодня написал пост, где, в общем, ну, как бы, так сказать, снисходительно, может быть, не очень справедливо, отнесся к нашим дипломатам, к Замиру Кабулу, который еще два дня назад поправлял оценки ЦРУ, согласно которым режим ГАНИ пойдет меньше, чем за три месяца. Наш дипломат, ответственный за афганскую политику, сказал, нет, нет, это так быстро не случится. А другой дипломат, его заместитель, еще пять дней назад сказал, что ресурсы для наступления Талибана исчерпаны. То есть оценки даже тех политиков, тех стран, которые должны были бы лучше понимать, что такое Афганистан и что такое Талибан, они оказались категорически ошибочными. Да, вот сказали про американские интересы, которых там уже нет, поэтому Америка уходит, а вот российские интересы, вообще роль России в этой ситуации, как вы оцениваете? Вы знаете, я сейчас вас, наверное, удивлю, если я процитирую Сергея Лаврова, который мне казал, что талибы – это вменяемые люди. Что я хочу сказать? Я полагаю, что поведение Талибан по отношению к России, к ее интересам в Афганистане, а я наперед скажу, таких интересов особенно мы и не знаем, они так и не сформулированы Москвой, какие наши интересы в Афганистане. Наши интересы в том, чтобы страны, которые граничат с Афганистаном, не подверглись какой-либо агрессии, либо, так сказать, инфальтрации боевиков, исламистского террористического свойства, что само по себе бы угрожало бы и России. Так вот эти интересы России при Талибан, скорее всего, будут сохранены, вы понимаете, они будут обеспечены. И в этом смысле, когда Лавров говорит, что талибы – вменяемые люди, я так понимаю, он имел в виду, что талибам мы, Кремль, дипломатия российская, вполне может доверять. Да и нет смысла талибам каким-то образом делать гадости. Но это в плане обеспечения безопасности в регионе, правильно я понимаю? Да, да, да. Другое дело, что учения, в общем, российские совместные с таджиками и с узбеками – вещь правильная, адекватная ситуация, хотя бы с точки зрения того, что жители Узбекистана, с чем я сам лично встретился вот месяц назад, в Ашгенте, я был на конференции большой, люди спрашивали, они очень боялись того, что происходит в Афганистане, нам надо сбежать вкладывать в патаны. Вот это, ну, я отвечал, что ничего такого нет, просто информация до вас приходит искаженной, в том числе из российских СМИ, я, по-моему, у вас в эфире о том говорил. Но важно то, что вот этот элемент успокоения, который может обеспечить сегодня только Москва для вот этих центральноазиатских стран, в виде проведения этих военных манеров, он, в общем, серьезный вклад в обеспечение, я бы сказал, такой ментальной безопасности. Как, на наш взгляд, все-таки будет складываться международное признание нового государства, вот, как еще раз назову его, да, от Исламский Эмират, Афганистан? Вот такой вот интересный вопрос. Никто сейчас ничего гарантировать не может, но, повторяю, вменяемость талибов, рассрочи его политическое руководство, я не знаю, на как себя поведут радикальные военные крыло в лице Сергея Джуддина Хакани, как утверждает, который определяет ситуацию на поле боя, или определял либо сына Мулы Амара, основателя Талибан, Мулы Якуба, как они себя поведут. Но думаю, что, во-первых, сегодня обеспечены основные условия для мирного транзита власти. Наша Афгани больше нет в стране. Хотя заявление об отставке, обратите внимание, он не писал. Мы не знаем про это заявление ни устно, ни письменно. Только говорят, что он подал отставку, не более того. Это, кстати, плохая весть, потому что с точки зрения легитимности любое новое правительство Афганистана может не быть абсолютно уверен в своей легитимности. Понимаете, да? Прекущая непонятная в каком статусе находится. Вот, так что с этой точки зрения талибы будут стремиться в будущую легитимность, то есть предоставив нормальные условия для повода европейцев из страны. Вот они как будто бы особенно не требуют полноты власти в Кабуле вот сейчас, до тех пор, пока американцы не вывели своих граждан. А их там около 10 тысяч. Еще много за натовских, так сказать, граждан. Так что я думаю, что они сейчас постараются выглядеть такими достаточно белыми, и пушистыми, отказаться от имиджа головорезов, которые справедливо, что называется, выглядят талибанским таким профайлом. И будут, в общем, надеяться на то, что в этой ситуации, создав правительство и не устраивая охоту за ведьмами, за представители нынешней элиты правящей, да, исключая, конечно, Гани и ее ближайшее окружение, которое явно покинет страну. Оно постарается, от талибанского руководства, оно постарается сохранить лидеров, кстати, разнородной, этнической, религиозной, конфессиональной, значит, этих групп, общин. Оно постарается сохранить их как бы влияние и инкорпорировать их, может быть, не в правительство, но отдав им, так сказать, роль представителей различных секторов афганского общества, да. Есть такие, я это знаю точно, да. Но получится это или нет? Но если получится, то это будет заявка на такое своеобразное издание шариатского Афганистана, которое может быть похож на в каком-то смысле на иранскую. Ага. Ну не игиловцы точно, как некоторые сейчас говорят. Ну не с ИГИЛом, еще одной запрещенной организацией в России точно. Нет, 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 нет. Надо исходить с того, что все-таки талибы по-прежнему военно-политическое движение, которое ориентировано исключительно на внутриафганскую реальность, да. Я думаю, что будут, конечно, ужасные расправы, их не избежать, я имею в виду на местах. Радикальная часть, так сказать, талибского молодняка, которые жаждут себя проявить, будут эксцессы. К сожалению, это несчастье, да. Но, повторяю, вменяемость талибов, на что уповает господин Лавров, может привести, в общем, к более-менее спокойному изданию второго режима талибан в Афганистане. Да, будем ждать тогда и следить за вменяемостью талибов. Спасибо вам большое, Аркадий Юрьевич. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите «Дождь» на Ютьюбе. Но «Дождь» — это намного больше, чем только наш Ютьюб-канал. Заходите на наш сайт, оформляйте подписку, и тогда вы получите доступ к огромному количеству программ. Программа «Политика. Прямая линия» — это аналитический разбор главных политических событий в России и за ее пределами. «Деньги и деньги. Прямая линия». Программа об экономике. Программа «Бикос» — о главных событиях и явлениях в культурной сфере. Программа «Харддайзнайт». Эксклюзивное интервью в студии телеканала «Дождь». Программа о психологии, лекции, документальные фильмы, интервью и многое-многое другое. Все это на нашем сайте, tvrain.ru. Заходите туда, оформляйте подписку, tvrain.ru, слэш подписка, и оставайтесь с дождем.